Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сейчас я вам расскажу, как справляться с большим количеством полотна на иглах. Далеко не каждая машина может провязать такое количество полотна, когда у меня, например, рюша. По 3 петли на каждую иглу, это сама рюша, плюс еще основное полотно, то есть получается по 4 петли на каждой игле. Какая-то машинка провязать сможет, а какая-то не сможет. Но это же не значит, что мы должны отказываться от подобной отделки. Ни в коем случае. Большое количество накида, большое количество полотна, справиться с этим мы вполне можем. Только надо нашей машинке немножко помочь. Для этого вынимаем из нитевозителя рабочую нить и сейчас мы этот ряд будем провязывать руками. Нюанс только в том, чтобы у нас все петли были одного размера и желательно такого же размера, как петли основного полотна. То есть не надо их делать слишком вытянутыми. С другой стороны, если они будут немножко больше, чем основные, основное полотно, это будет незаметно, потому что на месте соединения у нас все равно это все разгладится. Поэтому задача выполнить петли одного размера. Ставим все петли, все иглы в переднее положение, для того, чтобы было удобнее. Ставим первую петлю руками, вручную и смотрю, какой длины мне нужна петля. Вот такой длины петля меня устроит. И я вижу, что пятка иглы совсем немножко не доходит до заднего положения. То есть у меня уже есть метка. Я определилась, до какого размера я буду вытягивать петлю. Беру любую мерку. Вот у меня тонкая кисточка. Я положила кисточку на иглы в заднем положении. И теперь я точно знаю, какой длины я должна вытягивать петлю. Беру следующую петлю и вытягиваю до уровня кисточки. Пока у меня пятки не упираются в тело кисти. Следующая. Следующая. Видите, у меня все петли будут одного размера. Убираю кисточку. Она мне больше не нужна. Ставлю иглы в переднее положение. Не забываю, что у меня каретка оказалась с противоположной стороны. Поэтому я ее сейчас перевожу на другую сторону. Вставляю нить в нитеводитель. И вяжем дальше. Мы вязали в полотно достаточно сложный элемент. Если вам понравилось и было полезно это видео, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И обязательно приходите на наши бесплатные посиделки по вторникам, четвергам. А также ждем вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем освоение абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Ваша Наталья Некрасова. Продолжение следует...